Зачем нам нужен витамин D? За что он отвечает? Почему витамину D уделяется такое внимание в последние годы? Это экспертное мнение, с вами Дарья Киншт. Давайте разбираться. Всем известно, что витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, поэтому его и называют солнечным витамином. С одной стороны, о нем знают все, с другой, в последнее время появилось столько новых научных данных, что этот витамин продолжает вызывать массу вопросов, причем не только у мам, но даже у специалистов. Накопленные за последние годы данные о действии витамина D позволили создать клинические рекомендации, то есть специальные руководства для врачей по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D. В России в 2015 году такие рекомендации были созданы для взрослых. А в 2018 году Союз спедиаторов России совместно с ведущими медицинскими учреждениями разработал национальную программу по витамину D у детей. Один из выводов, которые сделали ученые-медики в настоящее время, витамин D считается не просто витамином, а гормоном. Он не только входит в состав более сложных веществ, но и самостоятельно регулирует многие реакции в организме. Для этого в разных тканях и органах есть специфические рецепторы к витамину D. Таким образом, понятие витамин D нужен только для профилактики рахита у детей осталось в прошлом веке. Безусловно, витамин D, как и прежде, влияет на костную ткань, ведь он отвечает за минерализацию костей и обеспечивает ее плотность. Но вне костные эффекты витамина D зачастую важнее этого действия. В настоящее время установлено, что витамин D регулирует синтез хрящевой ткани, коллагена, врожденный и приобретенный иммунитет, а также жировой обмен. Кроме того, он обеспечивает противоопухолевую защиту, репродуктивную функцию и многое другое. Поэтому его важность для нормального роста и развития детей, а также сохранения здоровья взрослых, сложно переоценить. Это было экспертное мнение, и сегодня мы разобрались в том, что витамин D уже считается не витамином, а гормоном, и что он отвечает не только за рост и плотность костной ткани, но и за многие жизненно важные процессы в нашем организме. Удачи и до встречи! Продолжение следует...